всем привет дорогие друзья вы снова на канале георгиев travel в этом видео мы поговорим о такси на острове хайнань я вам расскажу о том как можно объясниться с таксистом как сделать так чтобы он вас понял как вообще пользоваться услугами такси и сколько это стоит ну и во всем по порядку как же выглядит такси на острове хайнань как правило то желтые или оранжевые автомобили естественно с надписью такси на крыше у них стоит табличка такси так что вы их легко узнаете по внешнему виду они есть как седаны так есть немного микроавтобусов сразу хочу предостеречь вас есть таксисты скажем так которые бомбилы как у нас которые стоят и просто хотят вас подвести естественно из-за незнания языка вы можете там подумать что да поехали с в итоге он будет вам потом объяснять что цена такси стоила там 50-60 юаней под одну хаю и так далее поэтому давайте сразу договоримся что вы ездите на такси которые есть табличкой на которых написано такси а почему я рекомендую их потому что в них стоит счетчик и вы едете однозначно по счетчику посадка стоит 10 юаней то есть 100 рублей на наши деньги последующие километры оплачиваются по 2 и 2 юаня за километр это в принципе достаточно выгодно например а ехать под одну хаю вам среднем обойдется не больше 100 рублей потому что вы даже не проезжаете тот минимальный километраж который включен в эту посадку соответственно если вы поедете санья но это примерно от 150 до 250 смотря в какой конец города санья вы поедете если вы соберетесь поехать такси в бухту и лмб например за 2 х это примерно надо обойдется 50 60 юаней то есть 500 600 рублей самое главное что все будет прозрачно вы сели включился счетчик вы видите сколько вы тратите уже на эту поездку будет вам все понятно теперь давайте прием ко второму вопросу как же объяснить таксисту куда вам нужно доехать и как вообще с ним все понять но по деньгам я думаю вы поняли вы видите сумму на счетчики и соответственно эту сумму оплачиваете здесь не нужно будет долго объясняться здесь будет все понятно соответственно если вы планирует куда-то доехать я рекомендую поступать следующим образом у вас должна быть либо надпись на китайском языке, эту надпись вы можете взять у гида или еще где-нибудь, да, или, ну, может быть, вы фотографию в интернете где-то нашли и хотите доехать до этого места, где есть надпись на китайском языке. Или же воспользуйтесь, пожалуйста, фотографией. Как говорится, картинки, везде картинки одинаковые. Например, у вас будет фотография, там, не знаю, ночного рынка или фотография отеля Феникс, что вы хотите на набережную выехать, посмотреть, или еще какая-то другая картинка. Поэтому все достаточно будет просто и понятно. Но, как и говорил, проще всего, наверное, взять надпись на китайском языке у своего гида и как бы воспользоваться ей. Идем дальше. Например, вы уехали где-то, погуляли, побродили и решили вернуться опять же на такси. Как вам объяснить, где вы живете? Здесь тоже все очень просто. Возьмите с собой из номера, точнее из отеля, визитку вашего отеля, вы ее показываете, все, вас обратно привезли. Это самый простой, удобный способ. Поэтому, как только вы заселяетесь в отель, обязательно возьмите визитку отеля, положите ее в карман, она вам обязательно пригодится. Ну вот, друзья, вот вы и поняли, как передвигаться на острове Хайнай на такси. Все достаточно просто, по счетчику, по километражу, стоит это недорого. Поэтому я предлагаю иногда выбирать такси способ, он будет гораздо быстрее, потому что по цене он немного дороже, чем автобус. Ну, в общем, и все. Спасибо, что смотрели этот выпуск до конца. В следующих выпусках я расскажу о том, какой бюджет потребуется на поездку на Хайнай. Это тоже один из частых задаваемых вопросов. И отвечу на многие другие интересные вам вопросы. С вами был Павел Георгиев, компания Георгиев Тревел. Увидимся в следующих видео.